Здравствуйте, дорогие! Дорогие друзья, как вы сейчас посмотрите на фото, поступил вот такой заказ. Все вроде бы понятно, но у вас могут быть трудности, или, допустим, с покупкой этого материала. Я, как вы понимаете, политика моего канала такая, чтобы все приманки были из подручных материалов, чтобы мы не тратили достаточно большие финансы, и в то же время наша приманка ловила рыбу. Но, учитывая ту ситуацию, что заказчик поставил конкретные условия и конкретную необходимость сделать приманку, судя по фото, как вы можете понять, достаточно много всевозможных фильмов на просторах интернета. Но я буду немножечко делать под свой манер, под свои материалы и, как говорится, под свои руки. Поэтому нам с вами понадобится вот такая трубка. У меня она производство фирмы Хэнс. У вас может быть любая. Нам понадобится крючок с удлинённым цевьём. Здесь, допустим, можно использовать, какой вам нужно. Но, учитывая то, что у меня заказ, я буду вязать на номере 2 и 3 вот такой серии. И я получил вот такие крючки, которые я очень люблю. У них цевьё 2Х. 2 это говорит о том, что Х это два раза больше у нас положенной стандарта цевьё. Вот сама вот эта часть. Здесь, кстати, согласно загиба, вот если вы возьмёте вот это, то здесь будет 2,5Х. Здесь 2. Приманку необходимо мне изготовить величиной от 3 до 5 сантиметров для поимки жереха и, ну, другой жереха и судака. Как вы видите, вот длина крючка 3 сантиметра. Если мы с вами со всем оперением и всем остальным сделаем, то приманка наша как раз попадает в те размеры, которые вот мне установил заказчик. Ну и давайте приступим. Приманка должна быть огруженная слегка. Судя по фото, ну, понятное дело, ещё мы используем наш клей. Нитка. Нитку я буду использовать для подложки и тела. Вот у меня такая, которую не жалко, ровница, где-то 6,0. Ну, а что касается всего остального, я буду использовать уже более крепкую нить. Ну, может она где-то 12,0. Это тоже я распускал. Ну и давайте приступим. Нам необходимо, так как у нас нитка полиэстер, как я во всех фильмах рассказывал, то есть, грубо, всё полиэтилен, крючок у нас без заусенец, которые вот у меня были на других крючках. Поэтому необходимо нам промазать с вами клеем, чтобы можно было закрепить свинец. свинец можете использовать как листовой, вот я его прокатал, чтобы у меня был соответствующей толщины. Также можно использовать, как я показывал, из ваших наборов. Без фанатизма стараемся не сильно нарушить симметрию нашего тела, вот, не доходя до колечка, так как здесь у меня будет головка, вот, поднимаем вверх, отрезаем подкосую, вот так, и аккуратненько ноготками подравниваем наш свинец, вминаем. Пока свинец наш не приклеился, мы можем с вами выполнить, закрыть подложку, так как нам с вами понадобится ещё наш или новогодний люрекс, который вы используете, ну, тот, который, как говорится, плохой. У меня же, я буду использовать вот плёнку, которая мы использовали в предыдущем фильме, у меня вот остались обрезочки для изготовления тела, потому что через нашу трубку должно просматриваться тело, блестеть. Можно использовать, как вы видели на фото, всевозможные оттенки, начиная, то есть, как, вот насколько у вас ваша фантазия позволяет, так вы и можете использовать и зелёный, и оранжевый, и синий, и белый. Ну, в данный момент у меня белый, поэтому я, исходя из этого, буду использовать свой блестящий. И, так как я буду изготавливать разные, разного оттенка, разного цвета, я буду использовать сейчас вот такую трубку. Она сама по себе, помимо того, что сплетена из люрекса, люрекс голографический, то есть, он хорошо дополнительно ещё работает. Ну, скажу откровенно, заменить вот эту трубку практически нечем. Но если вы захотите связать подобный вот такой стример, но у вас нет трубки, используйте вот такую синель. Она есть тоже голографическая и практически имеет разные цвета, разные оттенки. Это вот очень хорошо реагирует, как щука, жерех, судак, на все вот эти приманочки, вот такого типа. Они разные бывают по цвету, так что, как вам будет удобно, такой можете применять. Ну, не отвлекаемся. Подравниваем, как вы видите, наше тело так, чтобы оно было более-менее ровненькое. Давайте я не буду тратить время для съёмки фильма. Я подготовлю всё, ну и подойду к моменту, когда мы с вами начнём изготавливать тело, потому что здесь есть один момент, который не как по фотографиям, стример мы будем делать, а будем делать так, как вот я его считаю нужным технологически. Я приклеил, вернее посадил на клей вот так люрекс. Специально оставил, потому что у вас также может получиться вот такая некрасивая конструкция, которая она и должна получиться, потому что люрекс у меня жёсткий. А все вот эти неровности пройти очень тяжело. Если сам по себе люрекс новогодний, который из более тонкого полиэтилена, тогда получается, что тело, все вот эти вот закругления и переходы выходят достаточно симпатичные. И теперь я беру оранжевую нитку. Для чего это, вы потом уже поймёте, когда я буду делать. Теперь что самое главное я не сказал. Стараемся вот, чтобы, как вы видите, где у нас жало, середина, вот допустим, где наша бородка. Вот до бородки, чуть немножечко заходя, как только начинается загиб, мы должны здесь остановиться и ничего больше не предпринимать. Всё это подравниваем. Сейчас подогнём. Вот можно взять, и я сейчас покажу вам, как лучше сделать. Закрепим нитку, промотаем. Всё. Дальше мы не заходим. Теперь нам понадобится, вот для того, чтобы скрыть следы нашего вот такого злодеяния, немножечко. Если нет голографического или вот такого любого другого блестящего люрекс этого даббинга, можно использовать просто вот взять красную шерсть или там пряжа, как у вас есть. Ну, я беру голографический вот такой хороший, и он к тому же ещё и флюоресцентный. И закрываем вот здесь, делаем шарик, бабушку свою. Это у нас ещё будет дополнительно наша точка атаки. Почему здесь нужна нитка? Мы сейчас с вами подготовим трубку, и в этом месте будем крепить трубку и само перо. Как подготавливается трубка? Значит, я честно вам скажу, уже пробовал разные варианты. Вот она у меня здесь, в таком варианте упакованная. Убираем край, бумажечку эту. Так, и здесь находится вот такая нить на нитке. Бывает на втулочке специальной такой полипропиленовой, или какая у вас получится. Вот я беру. Нам необходимо с вами, вот видите, по диаметру она, ну, немножечко больше. Если мы такую сделаем трубку, то у нас не совсем получится вот тело того малька, которое лишнее можно всегда обрезать. Ну, конечно, жалко по такой цене, я не буду озвучивать, брать. Поэтому я возьму почти две длины для того, чтобы сформировать в дальнейшем тело малька. Отрезаю одним резом, аккуратно. Ножницы должны быть хорошие. Что дальше делаем? Берем и удаляем нашу нитку. Она, внутри которой, кстати, удаляется достаточно свободно, без всяких напряг, но, друзья, трубочку ни в коем случае не жмакаем. Это нам уже не нужно. Можно выбрасывать нитка, обыкновенная хэбэшка. Одеваем. У моего друга Марчелла Кордоза очень много есть фильмов, которые он тоже делал на трубках. Достаточно симпатичные, хорошие мальки. И теперь смотрите, мы должны с вами, сейчас я наклоню немножечко крючок, должны с вами удерживать здесь трубку и прихватами вот такими сверху вниз в одном месте, не распыляясь, закрепить. Теперь самое главное. Изготавливается просто, проще нечего. Берем и начинаем нашу трубочку вот так вот одевать, расширять, как нам нужно на нашего малька. Вот. Приблизительно, видите, у меня вышло, что я как раз пойдет трубочка еще на маленький крючок. Теперь видно через трубку достаточно хорошо место, где она заканчивается. И слегка вот так мы его, эту трубочку, подплющим под себя. Вот. Некоторые делают, берут две трубки еще большего диаметра. Ну, учитывая то, что мы не так обеспечены, как некоторые капиталисты, мы с вами ограничимся одной трубочкой. Подвинули. Берем нитку, которую должны закрепить. И вот возле колечка, такими же вот прихватами, мы начинаем крепить нашу трубку. Удерживая в той плоскости, которая нам нужна. Вот так. Отлично. И теперь я, в принципе-то, не хочу ножницами, потому что я буду использовать эту трубку опять. Я вот такими движениями ножиком, у меня специально и для радио, и для моих мушек, есть вот такой рабочий, который я могу позволить пройти по металлу. А потом я его подточу. Проверяем, что тут у меня. Подрежем теперь. Вот так. Вот. Ну и еще останется как раз на более мелкий крючок трубка. Значит, нужно взять чуть большей длины, буквально на несколько сантиметров. Что дальше делаем? Для того, чтобы трубка, потому что, опять же, и там, и там полиэтилен не ездила, я опять беру немножечко клея, наношу на место. Раз. И два. И уже здесь окончательно подхватываю так, чтобы мне это приклеилось. Оставляем здесь, подтягиваем нашу нить. Немножечко неудобно. Если вам неудобно, можете взять потом под себя, сделать, убрать нитку или потом эту нитку. Ну, так как я уже привык, мне, в принципе-то, большого труда не составляет. Отлично. Как вы видите, достаточно хорошо блестит. Все у нас есть. Теперь нам с вами необходимо подобрать перо. Но здесь есть несколько вариантов, как, допустим, можно изготовить. Учитывая то, что у кого есть, а у кого и нет, а кто-то, допустим, и не сможет найти подходящего перышка, можно здесь сделать красную опушку из меха и сделать вот такое крыло. Будет работать. Я делал такие варианты, поэтому здесь сложностей нет. Но нам необходимо с вами из нашего пера, ну, вот у меня имеется вот такое джунглевое перышки, как вы видите, вот длина этого пера, ну, немножко она коротковатая и пойдет на другой крючок. У меня имеется с моих домашних птичек вот такие разные скальпы, что я отрезал. Вот здесь у меня как раз, как будто бы специально, и осталось два перышка, которые... Вот, где они тут у меня... Вот, два перышка, которые мне очень хорошо сюда пойдут. Необходимо подобрать по длине, по ширине, но так, чтобы вот наше перо было несколько симметричным. И что мы должны с вами сделать? Мы должны с одной и вот так с другой стороны закрепить наше перо, а потом еще сделать небольшую опушечку и сделать глазки. Поэтому я вот выбираю, мне должно быть, как меня заказчик обозначил, длина должна быть 5 сантиметров, мой 3, значит, я беру несколько больше. Вот приблизительно вот столько. Теперь я это удаляю. Чищу бородки, так, чтобы закрепить можно было за ось. И я обычно делаю, когда есть небольшие сложности, или слегка увлажняю перо, но учитывая то, что я в данный момент ничего не делал, так же, как и вы. Что я делаю? У меня есть вот такие вот утконосики с плоскими губками. Я беру и слегка вот так приплюсовываю эту ось. Берем, прикладываем к месту крепления и следим за тем, чтобы наша нитка не утянула никуда наше перышко, ни вверх, ни вниз. Как вы видите, все у нас осталось на месте. Берем второе перышко и точно так же подгоняем его. Оно может быть, вот видите, у меня здесь несколько шире, если сравнивать. Это не столь принципиально. Главное, чтобы они более-менее были бы нормальны. Ну, единственное, конечно, я еще скажу, это я вам показываю тот вариант, когда нет ничего. Но у меня имеются еще вот такие перья. И вот в моих наборах, это я уже буду делать следующий стримерок. Сейчас я даже вырву и покажу вам. Вот у меня имеется как раз вот хороший, тот, который вот должен быть. И он хорошо как раз подойдет, это перышко. Поэтому потратьте немножко время, подготовьте для себя вот те перышки, которые вам нужны. Так, подобрали, подготовили. И так же берем, отрезаем лишнее. Немножечко будет как бы для вас нудный. Но, так как вы просили, я должен более подробно рассказывать, как и что я делаю. Еще немножечко пару бородок уберем. И теперь что делаю? Опять так же расплющу немножечко свою ось пера. Можно немножко увлажнить без фанатизма. Так как, скажу честно, перо, наверное, год лежало у меня без надобности. И мне оно подсохло очень хорошо. Учитывая то, что на улице плюс 35 летом. Подравниваем длину. И так же крепим с другой стороны. Подхватываем сперва. И смотрим. Вот они нормальные. Теперь их устанавливаем в нужное для меня положение. Так, немножечко подтянем. И подровняем. Отлично. Удерживаем вот так перо. Чтобы оно никуда у меня не делось. Как вы видите, вот мой стример. Убираем излишки, чтобы не подтянуло. Берем немножечко, нанесем клей. Без фанатизма. Ость мы будем потом подрезать очень аккуратно ножиком. И желательно, чтобы мы не срезали ничего лишнего. Как вы видите, до колечка я не дохожу определенное расстояние. Обязательно сохраняйте хотя бы пару миллиметров, для того, чтобы мы могли с вами здесь потом изготовить симпатичную головку. Никуда мы не торопимся. У нас времени больше, чем достаточно. Опять делаю паузу, чтобы у меня мой клей... Ну вот вы видите, вот оно должно выглядеть вот так. Два крыла одинаково. Можно три, четыре. Вот сколько вы захотите, допустим. Можно взять было... У меня, правда, нет. Я как не старался, так и не нашел. У меня были, я знаю, как-то с женой разбирали подушки. Были вот такие хорошие, симпатичные перышки. Не смог найти второе. Можно еще добавить. Вот это чисто такое перьевое исполнение. Ну, подождем, дальше подготовим. Наш клей с вами подсох. Теперь я делаю здесь небольшую опушку. Значит, можно делать, как я вот беру, любое контрастное перышко. Ну, учитывая то, что у меня в данный момент в наличии имеется по величине бородок желтое перо, я буду использовать желтое перо, можно красное, оранжевое, любое перо, которое вы захотите, но так, чтобы был контраст по опушке. Можно не делать. Можно оставить как есть, приклеить глазки, сделать головку, и у вас будет уже готовый стример. Ну, учитывая то, что я хочу, чтобы он был у меня несколько пышнее, и я буду, я не сказал, но я думаю, вы догадались, будем мы с вами здесь глазки. Глазки я делаю сам, ну, под этот стример эти подойдут. Вот, а если у вас, допустим, по каким-либо причинам вы, ну, не можете, или у вас, допустим, нет, в интернете достаточно есть вот такие дешевые варианты, но достаточно хорошие, и по качеству, и достаточно хорошо они себя ведут. Такие глазки 3, 4, 5 миллиметров, сколько вы захотите. Под ваш стример закрепили. Так же, как я уже показывал не один раз, я беру, увлажняю бородки, увожу их назад, и здесь, здесь я уже не буду делать очень пышную, потому что еле-еле обозначим с вами опушечку. Так как у меня перо очень худое, как я говорю, стекловидность, но недостаточно такое пышное, то я выполню 2-3 оборота. Вы для себя можете потом определиться, сколько вам, допустим, нужно, но так, чтобы только-только, вот посмотрите, вот так обозначить здесь опушку. Закрепили. Теперь я убираю бородочки вот так аккуратненько, проматываю, и вот эту оставшуюся часть я уже стараюсь аккуратно в натяжечку срезать. Всё, видите, вот у меня все бородки дополнительно, туда все ушли. Проматываем. Здесь мы уже должны с вами сформировать из ниток головку, куда мы с вами приклеим глазки, и уже будет продолжение моей головки. Вот так, как вы видите. Только-только вот обозначили, без лишнего фанатизма. Ну, учитывая то, что стример у меня не такой уж и огромадный, как вы видите, вот даже такой величины глазки, ой, не совсем подходят. Вот подойдут вот такой величины глазки. Давайте, друзья мои, я уже показывал, ну, хорошо, давайте так, раз оно, раз вы просите, проблем здесь никаких нет, просто жалко время. Но я думаю, глазки уже каждый здесь из вас делал. Закрепим нитку. Этого вполне нам будет достаточно для нашей головки. Желательно, конечно, вот, чтобы колечко можно и вниз, и вверх. Ну, я люблю больше, когда оно загнуто вниз, а не прямое, как вот в моем варианте. Ну, здесь мы сильно не перебираем. Давайте мы теперь закончим то, что мы должны, чтобы был у нас стример наш свободный. Значит, во всех вот фотографиях, и то, что вы видели, перо поднимается вверх, а это вроде бы как брюшко. Я делаю это вот так. Мое перо прикрывает, но через это перо у меня будет видно мое тело. Что мы делаем? Берем вот так, убираем, увлажнив пальцами перо, находим то место, где мы с вами будем крепить к телу наш хвостик. Дополнительно, как я говорил, можно спокойно взять еще, добавить щепоточку в хвостик и красной нитки, меха, нитки, чтобы он был попышнее. Ну, я сильно не переживаю, потому что в воде он достаточно ярко себя ведет, очень даже, это уже я проверял не один раз, делал такие, вот такими движениями, чтобы не сминать бородки. Буквально без фанатизма закрепим. Вот, видите, хвостик наш остался на месте. Теперь мы можем спокойно здесь сделать завершающий узел и убрать нашу нитку. Сейчас я расскажу, что нам надо сделать еще дальше. Так. Узловяз я использую самодельный, ну, а вы уже как у вас, какой будет. Убираем нить. И обязательно я использую клей. Так как все-таки у нас вроде бы и рыбка не сильно зубастая, ну, а вдруг попадется щучка. Это, между прочим, большинство, вот, вариант форелевого стримера очень хорошо работает по форели. Конечно, скажу откровенно, заморачиваться сильно. Вот таким изысканным изготовлением, может, и не стоит. Ну, так как меня заказчик попросил, значит, мы и должны такое изготовить. Это называется дорогой вариант. Я беру парочку лазиков. Вот маленьких, которые я подобрал по диаметру. У меня здесь есть и мои разные, но я в данный момент не буду тратить время на эти поиски. Возьму отсюда. Сразу отрежем полосочку, чтобы потом не лазить в эту упаковку. Они закрыты пленочкой, чтобы к рукам не прилипали. И что мы делаем? Примеряем наши глазки. В принципе-то меня величина не совсем устраивает, но в данный момент они пойдут. Теперь подготавливаем пару этих глаз, которые нам нужны. Отрезаем, убираем пленочку. Трачу время дорогое. Вот, подготовили. Теперь берем капельку клея и наносим вот в ту точку, переворачиваем вот в такое положение, и в ту точку, где мы с вами будем крепить глазки, наносим вот так клей. А теперь самое страшное, чтобы наши пальцы не приклеились. Желательно использовать иголочку. Ну, учитывая то, что я буду стараться более-менее аккуратно это делать ноготком, и ставим на то место, где у нас будет глазик. Вот так. Здесь вот он у нас клеится, переворачиваем. И эту же самую я уже рассказывал, но так как вы просили, поэтому вот так я вот дотошно вам и показываю. Без фанатизма, друзья, иначе потом перо у нас будет ломаться под нашим клеем. И симметрично закрепим с этой стороны. Так как клей еще не прихватывается, мы можем в любой момент подправить. Так, прикинули. Проверили. И все. Придавили ноготком, чтобы глазик хорошо и с одной, и с другой стороны подхватился. И оставляем, чтобы хорошо проклеились. Как вы видите, глазки приклеились. Я специально взял штангель циркулем, померил. Эти глазки 2 миллиметра. Ну вот для величины стримера такого желательно использовать где-то 3 миллиметра. Ну не больше. Потому что все другие у меня здесь есть и 4, и 5. Они немножко не подходят. Я изготовлю те, которые здесь должны. Ну, первый. Этот у вас, как говорится, стример у нас. Стример будет с такими глазками. Это не столь проблематично. Теперь что? Иногда возникают какие трудности и какие потом возникают у нас проблемы. Если мы возьмем глазки большего диаметра, значит, головка у нас получится больше. И формируя под свои глазки, мы должны уже намотать количество нитки. Поэтому сформировать перед этим головку. Но учитывая то, что я сделал так, что я делаю? Также это можно использовать и вам. Ну, лак мне жалко. Поэтому я беру клей, который вот у меня есть. Вот такую вот каплю. Желательно не сильно, чтобы она была у нас вот такая большая. Капнул снизу и капнул сверху. Так, чтобы клей у меня сформировал вот такую площадочку. И снизу, и сверху. И, сами понимаете, это процесс длительный. Ждем, когда этот клей у нас подсохнет. После этого, когда высохнет клей, что я делаю? Я потом беру черный лак. Вот такой. Ой, взял не черный. Извините. Вот такой у меня есть черный лак, хендесовский. Я потом поверх клея наношу аккуратненько этот лак. Если он у меня густой, я его, естественно, разбавляю. И вот после всего-всего-всего-всего-всего, когда у меня уже будет сформирована головка, я тогда беру и уже наношу вот этот лак. То есть, покрываю глазки, покрываю ту головку, которую я сформирую. И уже окончательно у меня получается вот готовая, красивая такая головка. Если у вас нет, ну, что делать? Используйте клей и какое-то время пойдет лак для ногтей. Пока ждем, чтобы высох наш клей. И я буду продолжать потом дальше. Вот, друзья мои, в принципе, это почти все. Еще, конечно, я буду неоднократно немножечко пропитывать лаком. Если вы смогли обратить внимание, вот головка достаточная по величине для такого стримера. И глазки как раз здесь, вроде бы как, и не нужно больше. Все изумительно, все отлично. Единственное, конечно, это можно. Я потом в дальнейшем буду еще вязать и в разных вариантах, если буду делать обзор этих стримеров, вы увидите. То есть, можно дополнительно, как вы видите, делать хвостик, вот, разное перышко сюда подставлять, ну, учитывая, допустим, так как у меня есть, вот, немножко не совсем подходящие вот такие перья, которые на длину не хватит. вот можно 3-4 перышка взять, сделать хвостик, а потом более таким коротким пером закрыть его сбоку. То есть, вариантов, как изготовить, больше, чем достаточно. Можно с меха сделать красный хвостик, а потом сверху это все. Ну, в принципе-то, суть и смысл понятен вам. Благодарю за внимание. Пишите. Я почту оставляю под каждым видео. Поэтому, если вы просите какие-то фото или еще что-нибудь, то сразу пишите на почту, чтобы я мог вам дать полноценное объяснение. Благодарю за внимание. До скорых встреч.